Наша жизнь становится комфортнее и уютнее благодаря уникальным своего рода программам Обод Кишлок и Обод Маркас. Так свежее дыхание получил городок Шаргун, что в двух часах езды от Термеза. Новые объекты инфраструктуры, улучшенная система коммунального обслуживания, дополнительные рабочие места. И это все всего за 4 месяца. Материал Мурада Садыкова продолжит. Редактор субтитров А.Семкин Вот так сегодня живет многонациональный Шаргун. Легендарный шахтерский городок, что находится на окраине Сурхандарии, в 200 километрах от Термеза. Однако таким красивым он был далеко не всегда. Городок был основан в начале 40-х годов прошлого века. И по словам местных жителей, капитальное благоустройство здесь не проводилось уже много десятков лет. На проблему обратил внимание президент Шавкат Мирзиёев во время своего апрельского визита в этот регион. Так, всего за несколько месяцев ремонтных работ городок Шаргун приобрел совершенно иные очертания. Он стал современным, благоустроенным и комфортным для жизни. Ну а между тем, 12-тысячное многонациональное население городка привыкает к новым условиям, которых здесь не было за всю историю. Вы знаете, мы очень рады преобразованием, очень рады, конечно. Вот, даже по сравнению, вот взять 3-4 месяца тому назад, вот, сразу чувствуется. Вот понимаете, даже охота вечером выйти уже куда-то, прогуляться. И, конечно, радует, очень радует, что вспомнили про Шаргун, что вспомнили про шахтеров, вот, что вообще вот сегодняшний праздник – это большое уважение к нашим родителям, к нам. Вот, спасибо очень большое, конечно, нашему президенту. Восторг шаргунцев от проделанной работы понятен. За короткий срок здесь сооружено огромное количество объектов инфраструктуры, да таких, которые по качеству ни в чем не уступают тем, что работают в крупных городах. Взять, к примеру, вот эту городскую поликлинику. Учреждение было сооружено с нуля. Электронная очередь, новейшее оборудование, просторные кабинеты и квалифицированный персонал. То есть все составляющие качественного медицинского сервиса. Не только лечиться, но и просто зайти сюда приятно. Объект был открыт в торжественной установке. А это уже здание детского садика на 200 с лишним мест. Что касается условий, созданных для дошколят, то, как говорится, комментарии здесь излишни. Прекрасно оборудованные комнаты, усовершенствованная учебная программа. По словам психологов, ребенок, который будет получать здесь знания, выйдет в мир с совершенно другим мировоззрением. В рамках благоустройства шаргуна приведена в надлежащий вид и общеобразовательная школа с уклоном русского языка. Она, пожалуй, самая большая в городе. Рассчитана на тысячу с лишним мест. Вот так свой новый учебный год дети начали в капитально отремонтированном здании. Программа по обновлению шаргуна затронула все, что связано с этой территорией, в том числе и местное кладбище. Вот здесь лежит мой друг. Он несколько лет был директором шахты. Хороший товарищ был. Его многие уважали. Вот здесь рядом лежит, как правильно сказать, легенда нашей шахты. Вот дядя Коля мы его все звали, Рахманов. Он ордена носится. Золотые люди здесь у нас похоронены. Александр Курбанович, прогуливаясь по аллее кладбища, вспоминает своих сослуживцев по шахте, на которой он проработал почти полвека. Коренной житель городка говорит, что эта территория, где покоятся шаргунцы, еще никогда не была такой аккуратной, благоустроенной и чистой, какой она является сегодня. Сколько лет назад на это кладбище невозможно было зайти, если трава была по пояс, все заросшее, все такого не было. Но сейчас благодаря, смотрите, как обустроили кладбище. Вообще приятно. Там обратите внимание, сколько вон там, какие террасы сделали, посадили елочки. Обустроили хорошо, здорово. Спасибо. Я рад за это, что даже покойникам уделяется столько внимания. Как свойственно многонациональным городам Узбекистана кладбище шаргуна, как мусульманское, так и христианское. Чистота и благодать здесь царит по обе стороны. А вот так после капитальной реконструкции выглядят жилые массивы шаргуна. Кстати, в небольшом по меркам региона городке имеется аж 55 высотных домов, половина из которых четырехэтажки. Спустя многие десятилетия они подверглись основательному ремонту. Обновили все от крыши до сантехники, улучшили водоснабжение, газоснабжение, работу канализационных сетей. А в некоторых местах ее просто организовали с нуля. Отдельного внимания заслуживают детские игровые площадки, которые соорудили практически в каждом дворе. Они не только разнообразили досуг здешней детворы, но и придали эстетичный вид этим территориям. Кстати, говоря о детском и молодежном досуге, заострим ваше внимание вот на этой спортивной школе. Так же, как и другие объекты, подверглась капитальной реконструкции. После здесь открылись новые секции. Их свыше десяти, начиная от единоборств, заканчивая игровыми видами спорта. Кстати, шаргун славится своими именитыми боксерами и борцами. Их здесь немало, но теперь будет еще больше, отмечают здешние тренеры. Ведь впервые за долгие десятилетия в школе созданы такие комфортные условия для тренировок. Надо сказать, что новость о благоустраивающемся шаргуне разлетелась далеко за пределами Узбекистана. С восхищением говорят о проделанной работе люди, которые жили в этом городке. В день открытия новых объектов к нам в редакцию позвонила Наталья Галимова, пять лет назад мигрировавшая в Российскую Федерацию. Глядя на эти фотографии моих друзей, которые посылают меня в соцсетях, душа радуется. Я смотрю на свой дорогой и любимый город Шаргунь, как он сейчас выглядит красиво, благоустроенно, много зелени. Мне сердце радуется за людей, которые проживают в этом городе. В республике уделяется огромное внимание малым городам. Это замечательно. Люди этих городов чувствуют внимание президента. Лю Мингин – жительница Китая. Уже два года работает приглашенным специалистом на местной шахте. Когда она только сюда приехала, тогда облик города оставлял желать лучшего. Но всего за несколько месяцев произошло настоящее чудо, говорит иностранная гостья. За короткое время здесь, в Шаргуне, построили много новых зданий. Почти везде заасфальтировали дороги. Все здесь стало красиво и благоустроено. Теперь по городу приятно прогуливаться. По уровню комфорта он ничем не отличается от крупных административных центров. Хотя Шаргун – это окраина Сурхандарей. И вообще, в последнее время жизнь здесь как-то оживилась. Например, много нового и на здешней шахте, где я работаю приглашенным специалистом. Предприятие стремительно модернизируется, благодаря чему расширяется и кадровый состав. Почти ежедневно берут на работу новых сотрудников. Как уже прозвучало выше, Шаргун – городок шахтерский. А потом очень символично то, что здесь, в центре, был открыт памятник шахтеру. Церемония переросла в настоящий праздник. В ходе мероприятия выступили известные люди, приехавшие сюда со всех концов Узбекистана. Президент – государственные для подшв 시너я. Президент – государственного без illа. У нас когласа – город, моноан в городе. Президент – государственного без сахара. Уларины манашу ватанге болген катта бир чексиз мухаббаты, манашу юртлин фухарасы еканлигига, шу юртлин фарзанды еканлигига болген калбадаги катта бир гурурник сады. Эн асосиси манашу. Bugün манашу куларни коруп, манашу копмилетли шаргун шахаркасы, копмилетли республикамызда боляткен ішлер, яңгілан ішлер, космик тезлікті боляткен бір бұниоткарлык ішлеріні көріп, шу амур-темур хазаратларыны, нұлаларыны қайтаргім келады. Эй, танғырым, хақиқаттан шаңу шақиқатларымызны өзі асырасын, ғурматли президентімізні өзі асырасын, өзі асосын, ойтарда, ойтар мүйл бағуліғызды мен әсір, көмір әзі асіл жан әсір, ойтар жоқты үшкі әлікті болатrespі. Ну і разумеется, було, што сказати ветеранам этой профессии. А уже известный вам Александр Заеров прочитал стихи собственного сочинения. Мы родину славем шахтюрским трудом. Потомки Тимура мы помним всегда. Здесь родина наша, здесь наша земля. Вот такая безграничная радость шаргунцев обусловлена, можно сказать, историческим событием. Впервые в истории их города здесь построен такой современный дом культуры. На дебютный концерт собрался, кажется, весь город. Да это и понятно. Ведь раньше, чтобы побывать на подобном представлении, им приходилось ездить в Терме за сотни километров. Но теперь это все в прошлом. Суперсовременный дом культуры теперь работает в центре шаргуна. Своё восхищение от увиденного выразили и деятели культуры. Суперсовременный дом культуры. Да, в отдалённом городке Сурхандарии сделано многое, но и это ещё не всё. Строительство новых объектов инфраструктуры здесь продолжается. Например, почти на финальной стадии сооружения и новый жилой массив из высотных домов. По меркам шаргуна, это беспрецедентная стройка. Впервые здесь будут сданы в эксплуатацию пятиэтажки, которые, несомненно, ещё более облагородят облик легендарного шаргуна. Продолжение следует...